Сегодня видео посвятим тому, какие подвохи встречаются в турецких квартирах, выставленных в аренду. Турки – мастера косметического ремонта. При первом взгляде такая квартира может оказаться идеальной, но при детальном рассмотрении появляются столько неприятных уже даже не мелочей, что затрудняет жизнь такой квартиры. Вот сегодня подробно узнаешь о том, на что обращать внимание при просмотре квартиры в Турции. Ты на канале Turki Space, я Олеся. Я Владимир. Погнали. Во-первых, и одно из самых главных, уточняю, у владельца квартиры принят ли сам дом, в котором находится квартира в эксплуатацию муниципалитетом города, так как в ином случае коммунальные платежи в такой квартире будут дорогими, так как тарификация будет не как для квартиры, а как для строительной площадки и значительно выше, практически в два раза. Визуально такой дом не будет отличаться от домов, которые уже в эксплуатации города. Разница будет лишь в том, что вода и свет не будут разведены отдельно на каждую квартиру, а будут считаться общим счетом на весь дом. Хотя даже счетчики будут в наличии на каждую квартиру и будут даже рабочие. В счетах будут приходить цифры сразу на все квартиры, а владелец дома уже в свою очередь будет распределять сумму на всех жильцов, исходя из показаний этих вот самых счетчиков. Это был раз. Оформить на себя счет на свет и воду ты не сможешь. Именно по причине отсутствия разделения счетов. А это значит, что головная боль со счетами будет каждый месяц, так как владельцы таких домов не всегда добросовестны и часто не следят за коммуналкой. И тебе придется ежемесячно написывать владельцу и трясти его с оплатой. Это два. И третий подвох в таких квартирах в том, что если вдруг, а это нередкое явление, арендодатель по какой-то причине не заплатил вовремя за коммуналку, хотя бы за одну из квартир, то придут коммунальщики и вырубят свет или воду, в зависимости от того, что не оплачено, всему дому. А тебе потом трясти владельца и скандалить с ним по этому поводу. Чтобы не создавать себе лишних проблем, сразу интересуйся этим моментом. Как узнать, что дом принят в эксплуатацию, если владелец прямо не дает ответа? Это можно узнать по нескольким признакам. При сдаче квартиры в аренду, все владельцы квартир в Турции очень трясутся за то, чтобы иностранец сразу же все счета коммунальных услуг оформил на себя, о чем прямо и говорят. Связано это с тем, что здесь нет государственных структур в этой сфере, и все компании обслуживающие дома частные, и им абсолютно не важно, на кого оформлены счета. Им главное, чтобы счета были оплачены, а иначе они все обрубают и живи как хочешь. А потом быстренько подают в суд и всегда выигрывают такие дела. И поэтому, если, например, живет один человек, а абоненты на другого человека, который там даже и не бывает, то платить будет не тот, кто живет, а тот, на кого оформлены счета. И, соответственно, с судом дело будет иметь также он. Поэтому, если владелец квартиры говорит, что счета останутся на нем, то знай, что-то тут точно не чисто. Сразу же ищи другую квартиру. Это мы делимся даже собственным опытом. Мы через это прошли уже. Да, да. Причем первый владелец сказал, типа, вы возьмите газ, а все остальное будет на нем. Ну, мы-то этого еще не знали. Мы так же ехали, как многие сейчас. Да. В свое время. Зато второй владелец сразу же сказал, вы все счета на себя возьмите. Вы точно все счета можете на себя взять. Да, очень много раз повторюсь. Можем ли мы все счета оформить на себя? А в сети этого нигде не написано. Ты нигде не найдешь эту информацию. Нигде с такой информацией не сталкиваетесь. Да, поэтому подписывайся на наш канал. Только мы тебе расскажем правду. Делимся с тобой ценным нашим опытом. Во-вторых, если снимаешь квартиру с целью получения ВНЖ, спрашиваю у владельца, не прописан ли он там. Потому что в противном случае ВНЖ не дадут, так как в такую квартиру тебя уже прописать не смогут, что подразумевается в дальнейшем после получения ВНЖ. По закону Турции каждый человек обязан жить по месту прописки. А если владелец прописан в такой квартире, которую сдает, это значит, что сдает он уже комнату, а не квартиру. И ВНЖ по аренде такой комнаты получить уже можно совершенно по другой процедуре, что сильно снижает шанс одобрения этого ВНЖ. В-третьих, если снимать квартиру на первом этаже, то это всегда холодно. А значит, отоплением будешь пользоваться чаще, чем можно было. Отопление здесь не центральное. Если оно вообще есть. Об этом, кстати, тоже уточняю. Так вот, отопление личное в каждой квартире при помощи аппарата под названием комби, который ты включаешь или нет по необходимости. И вода в батареях греется с помощью газа. А газ в Турции дорогое удовольствие, имея это в виду. Поэтому газ здесь все экономят. Чем выше этаж, тем теплее. Бывают такие варианты, когда отопление на весь дом сразу. И в этом случае тоже неудобно. Так как все жильцы становятся зависимы друг от друга по стояку. Одной квартире жарко, например, они прикручивают батареи. А нижней квартире становится холодно. И остается только терпеть. Или, например, кто-то из стояка уехал и прикрутил батареи. И вот сидишь, жди, мерзни. Когда он там вернется и добавит отопление. Так что проверять, чтобы стоял комби, на котором есть функция отопления. Если такое есть, значит отопление только твое. А еще первый этаж, это насекомые. Имеет в виду. Тоже проверено нашим опытом. Там муравьи нас атаковали. Просто ничего с ними было не застелать. В-четвертых. Спрашивай сумму Айдата. Это фиксированный платеж за обслуживание дома и придомовой территории. Он может быть как 100 лир, так и 1000 лир. А может быть даже и выше. Имеет в виду. В-пятых. Не плати ничего до осмотра квартиры. Если с тебя просят сумму оплаты еще до того, как показали квартиру, это мошенничество. Ну тут такое распространение, что они могут просто фотографии прислать. Но это ерунда. Нужно смотреть живую. В-шестых. Когда приходишь на просмотр, обязательно смотри все углы в квартире. Особенно в ванной. Чтобы не было плесени. В Турции, особенно в старых домах, это частое явление, что нередко все пытаются скрыть косметикой. Если видишь участки плесени, значит у квартиры сыра и долго ты в ней прожить не сможешь. Будет постоянно влажный воздух с запахом сырости. А в ванной будет пахнуть плесенью. В-седьмых. Проверяй душевую кабину. Прямо включи душ и хорошо полей по стенам. Нередко кабины протекают. Иначе тебе потом придется заморачиваться с этим. Что тоже проверим на набе в первой квартире. Мы собрали в первой квартире все, что можно было собрать. Бинго. Да. В-восьмых. Смой унитаз, чтобы не было засора и протечки. Такое тоже бывает в связи с тем, что трубы в Турции узкие, не предназначены, чтобы в унитаз скидывали посторонние предметы. В-девятых. Обязательно включи воду везде на кухне, в ванной. Проверь, идет ли горячее. Сходи посмотри комби. Если горячее идет и на табло комби светится температура, то все работает. Если вода не нагревается и комби выдает ошибку, значит аппарат сломан. Скажи об этом владельцу. Если он скажет, что его заменит или вызовет мастеров, требуй прописать это в контракте. Либо ищи другую квартиру. Комби вообще на вес золота. Да. Без него вообще без рук. Сознательные хозяева о нем очень беспокоятся. Десятых. Если видишь в квартире какие-то повреждения, например, прожженные сигареты диваны, кресла, что-то надломанное, но не критичное для тебя, укажи на это владельцу и сделай фото. Это нужно для того, чтобы в последующем косяки не висели на тебе и не вычитались из твоего депозита. В одиннадцатых сфотографируй все счетчики. Свет, газ и воду. Чтобы у тебя были последние показания, от которых наступает твоя ответственность за использование коммунальных услуг. Это тебе понадобится, когда ты пойдешь по службам, заключай контракт на себя. Двенадцатых. Посмотри в квартире счета. Обычно они всегда валяются на столах. Нет ли там долга? Найди в счете слово борч. Латинскими буквами. Это долг на турецком. Напротив этого слова не должно быть цифр. Если есть долг, укажи на это владельцу и пропиши в контракте показания счетчиков и то, что владелец обязуется выплатить имеющийся долг. Иначе при оформлении абонементов на себя долг запишут на тебя. Так работает система. Имеи это в виду. Тринадцатых. Если ты с животным, обязательно говори об этом. Так как далеко не все владельцы рады этому обстоятельству. Так как если кто-то из соседей увидит твоего питомца, может настучать на тебя владельцу и тебя с легкостью попросят съехать из-за нарушения условий контракта. В этом случае еще и деньги могут не вернуть. Договаривайся обо всем на берегу. Ну вот, пожалуй, все основные нюансы при аренде квартиры в Турции. Внимание на которые облегчит твою жизнь здесь. Подпишись на наш канал, чтобы другие пользователи тоже смогли увидеть это видео. Ставь палец вверх, чтобы YouTube чаще рекомендовал его. Свои вопросы задавай в комментариях, мы обязательно на них ответим. А также можешь слать анонимные вопросы на нашу почту. А также свои истории, которые с тобой приключались в Турции. Обняли-подняли и немножечко хрустнули, чтобы было приятно. Пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok